тайна медитации главная тайна сначала надо встретить наставником которого ты способен или способна послушать хотя бы пять минут не перебивая что уже большое достижение для 90 процентов людей вот это значит что человек уже имеет умственные способности и готов к медитации потом учитель говорит сиди и молчи чтобы закрепить этот успех в медитации пятиминутный на более долгий срок следующий шаг тебе говорят что твой ум бешеная обезьяна но это говорится так чтобы тебя не оскорблять твой ум бешеная обезьяна и он постоянно суетиться и надо остановить свои мысли это не значит что это практика на всю жизнь надо останавливать мысли и все и никогда ими не пользоваться не так можно стать идиотом но останавливать мысли надо научиться для того чтобы что-то было дальше следующий шаг когда ты останавливаешь свои мысли ты способен слушать наставника слушать и не придумывать что-то там свое ну конечно когда ты слушаешь наставника ты все равно будешь думать над его словами но думать ты будешь своими прошлыми мыслями и не сможешь воспринять чистоту его мыслей а услышишь только звук его слов и свои мысли вот для этого нужно научиться останавливать мысли следующий шаг тут уже начинается настоящая медитация они подготовка настоящая медитация это когда ты успокоил свой разум смог найти наставника и изучить мудрость знания изучить знания которые воскресят тебя которые приведут твое тело в порядок чтобы болезни не отвлекали тебя от медитации именно для этого надо пройти сначала мой курс биохакинга сб транс реалити в чате телеграма ссылки в описаниях видео на канале целитель бога подписывайся и можно приступать к следующим шагам медитации и развития сверхспособности понятно что это для избранных это смогут немногие даже подписаться на канал и слушать слушать информацию наслушивать это называется в западной системе образования начитка лекций без этого этапа невозможно то есть идет наслушивание информации ум становится более уравновешенным не только в медитации и в жизнь постепенно вся жизнь становится медитацией но это не значит прекратить все действия и желания это значит не зависеть от них и управлять ими а не быть бешеной обезьяной ах простите это ум бешеная обезьяна это не мы конечно же это не вы это они хорошо следующий шаг медитации разумного человека помогает изменить его жизнь к лучшему это уже работа с чувствами с ощущениями работа с энергиями то есть обострение чувствительность к внутренним энергиям и внешним процессом в этом мире человек становится умнее человек начинает совершенствовать свою жизнь а не разрушать работать над своим здоровьем и телом и и жизнь становится еще лучше возникает новое огромное количество нейронных связей так сказать современным языком да то есть мозг начинает развиваться по полной программе это творится самой жизнью образом жизни постепенно дальше секреты раскрываются наставником для тех кто достоин для тех кто не применит их во зло в том числе самому себе так как зло самому себе это также зло живому следующие уровни медитации это уже работа с энергиями но энергии это еще материальный уровень дальше работа с мыслеобразами работа состояниями это еще более интересно дальше открывается очень много чего такого такого что нельзя передать словами поэтому говорится истина не передается словами знание не мертвая буква истина передается от сердца к сердцу будь мной а я тобой и тайны откроются тебе это из мертвая буква и прочие умные фразы поэтому путь к медитации это может звучать так просто ты сел и успокоился и достиг познания бога или просветление или познание себя что одно и то же но это лишь звучит вот так просто на самом деле этого никто не может из обезьян ах простите никто этого не может если у него ум как бешеная обезьяна поэтому постепенный процесс первое заходите на канал прослушиваете все да это реально мне некоторые говорили что они прослушали все на моем канале вот или хотя бы новые видео новые шорцы и лекции которые выходят в общем подключайтесь друзья и помните слова одного из моих наставников что смотрите а там где толпа вы большой пользы не получите там где миллиарды подписчиков миллионы подписчиков на канале там вы большой пользы не получите мудрость находится обитает совсем в других экосистемах обратите на это внимание поэтому если вы слышите эти мои слова проявили столько терпения чтобы потратить 10 минут то у вас есть огромные шансы достичь чего-то такого о чем вы даже не можете себе представить как говорится ищи то не знаю что потому что если будешь искать то что знаешь то не найдешь ничего нового или говорится я открою вам то чего не видит глаз не слышит ухо и чего не было в вашем сердце это говорил один из пророков потому что если вы останетесь на прежнем уровне вашего сознания вашей реальности если вы не будете общаться с мудрецами с наставниками а будете просто жить и в результате получать кучу поток информации от глупцов то жизнь становится бесперспективной к сожалению а я желаю всем счастья друзья всех благословений целитель бога и друзья напоминаю ссылочки в описаниях видео не забывайте донатить мне на чашечку кофе который я пью очень редко кстати но это будет ваш небольшой вклад если желаете можно и большой мое обретение своего дома покупку земли под строительство храма или ретритного центра или тренировочного центра скажем так где мы с вами с видом на берег океана или море сможем у камина попить хороший чай и обсудить все вопросы жизни где можно будет пообщаться приехать ко мне на семинары или приехать просто отдохнуть от всего окружающего мира в тихом уголке природы где никто не мешает и не нагружает даже своей философии да потому что многие творят насилие даже своей философией и стремлением других к благу вместо того чтобы стремить к благу себя вот поэтому вот такая друзья у меня мечта такие планы несмотря на всю трудность ситуации жизни войны вот весь этот бред который происходит мы должны стремиться к высшему друзья это наше счастье а наше счастье в наших руках невзирая на то что наши руки в руках всевышнего он дал нам руки он дал нам ноги он дал нам извилины и поэтому мы сами должны строить свое счастье все поэтому в наших руках ну или мы в руках всего как говорится это не существенно это не так важно главное понимать суть хотя бы приблизительно но полная истина полное знание это защита от многих бед это не только стремление к счастью и жизненной силе и а и а и Продолжение следует...